Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Парад только из самолетов и салют в разных частях города. Что еще ждет самарцев в День Победы? Карантин в стране тюльпанов. Эксклюзивные кадры из Нидерландов специально для нашего телеканала. Скрыться от городской суеты. Самарцы стали чаще переезжать в загородные частные дома. Глава региона Дмитрий Азаров призвал самарцев соблюдать режим самоизоляции в течение всех майских праздников, чтобы с 12 мая можно было запустить те секторы экономики, которые сейчас поставлены на паузу. К примеру, сейчас в полную силу не работают торговые и развлекательные центры. Они останутся закрыты до конца майских праздников. По словам губернатора, те предприятия, которые получили разрешение на работу в условиях действующего режима самоизоляции, продолжат работу в привычном режиме 6, 7 и 8 мая. Совершенно очевидно, что те регионы, которые в первую очередь сегодня включатся в работу по поддержке экономики, по здоровой регионализации экономического развития, получат дополнительную перспективу развития в ближайшее время. Дмитрий Азаров напомнил, что во время майских праздников дачу вполне можно использовать как место самоизоляции. Но для того, чтобы попасть туда, нужно иметь документы на право собственности участкам. Сотрудники ГИБДД на дорогах будут проводить проверки, поэтому документы на владение участком должны быть. В магазинах и аптеках Самары в продаже появились средства индивидуальной защиты. Областные власти закупили сразу миллион штук. Начиная с завтрашнего дня, 1 мая, в регионе вводят масочный режим. Маски нужно будет носить повсюду. В магазинах, общественном транспорте и во всех соцучреждениях. Несмотря на приближающиеся праздники, самарцев призывают соблюдать меры безопасности. Каким в этом году будет празднование Великой Победы, расскажет Мария Левина. В каждой коробке от трех тысяч одноразовых масок. Всего на этом складе их миллион. В Самарскую область пришла большая поставка индивидуальных средств защиты. Областные власти закупили их, чтобы маски были доступны каждому жителю региона. Их можно приобрести в аптечных и торговых сетях. С 1 мая в Самарской области будет действовать масочный режим. Без маски нельзя будет заходить в магазины, аптеки и в другие помещения. Помимо традиционных десятков тысяч многоразовых, миллион сегодня одноразовых масок поступит в торговую сеть. Мы это оплатили. Мы об этом позаботились, понимая, что вопрос будет. И передаем на реализацию этим аптекам и торговым сетям, даже без оплаты. Значит, передаем, я хочу сказать цену, по 26 рублей 40 копеек. Это самые дешевые, которые мы смогли найти и приобрести. 26 рублей 40 копеек. Конечно, небольшая наценка будет торговая. Эту тему обсудили и на заседании городского оперативного штаба. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. И людям настоятельно не рекомендуют выходить из дома без необходимости. В каждом районе выстроена система информирования населения. Через лидеров ТОСов, депутатов и социальные сети людям напоминают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать. Что касается общества инвалидов и Совета ветеранов, они же все равно имеют территориальную принадлежность районную. Поэтому районы взяли вот эту историю всю на себя. Елена Лапушкина подчеркивает, все праздничные мероприятия 9 мая в Самаре пройдут без большого скопления людей. Ветеранов на церемонии возложения цветов не будет. Провести великий праздник в этом году городские власти призывают в узком семейном кругу. Елена убеждена, что наши основные, наши самые красивые мероприятия мы перенесем на чуть более поздний период времени, когда все успокоится, когда мы сможем собраться вместе и воочию поздравить наших ветерантов и порадоваться всеми нашему замечательному, великому, гордому празднику. Несмотря на то, что массовых праздников не будет, Самару уже сейчас начали украшать. А 9 мая в небе над городом трудовой славы пролетит ТУ-160. Закончится торжественный день фейерверком. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В регионе подтверждено 40 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 в Тольятти, 11 в Самаре, 5 в Сызрани, 2 в Чапаевске, 2 в Новокуйбышевске, 2 в Сеергиевском районе, 1 в Кенеле и 1 в Волжском районе. Всего в области 367 человек заболели COVID-19. Всего выздоровевших 52 человека. 5 человек скончались. Под наблюдением медиков находится 658 человек. Самарский ЗИС-5 реставрирует к 75-летию Победы. Сейчас проводятся восстановительные работы. 9 мая мемориал фронтовой машины будет выглядеть, как только что сошедший с конвейера. К празднику приведут в порядок и другие памятники города. Когда Олег Зверев наблюдал, как идут работы. Автомобиль на постаменте сегодня закрыт строительными лесами и полиэтиленовой пленкой, за которой кропотливо трудятся реставраторы. По возрасту ЗИС-5 уже 80-летний дедушка. А потому год от года детали необходимо обновлять. Когда мы снимали краску пескоструем, там выявилось очень много трещинок, штукатурка отходит, где-то слегка сгнило, стекла поменять, фары поменять. После этого все выявляется. Мы сейчас устраняем, проводим подготовительные работы, чтобы начинать грунтовать, красить. Работы обещают завершить до 6 мая. Тогда Самарский ЗИС будет выглядеть как новенький. Сталинцы будут рапортовать съезду массовым выпуском автомобилей ЗИС-5 и трехосным ЗИС-6. Автомобиль, серийное производство которого началось в 1933 году, стал основной машиной Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. ЗИС-5 обеспечивал транспортировку людей и боеприпасов. В память о подвигах военных шоферов в Куйбышеве автомобиль был установлен на постаменте в 1985 году. С тех пор городские власти ежегодно проводят восстановительные работы. Военные машины работали в самых сложных условиях, поэтому в таком очищенном виде они не были никогда. И сегодняшняя реставрация автомобиля – это прежде всего дань памяти и уважения создателям автомобиля и шоферам, которые проехали фронтовыми тропами через всю войну. В 40-е годы автомобиль выдержал суровые испытания военным бездорожьем и внес свой вклад в дело победы, но оказался бессильным перед факторами времени и отношений наших современников. Сталкиваемся с такой проблемой, что вандалы постоянно что-то как-то допортят памятник, рисуют, оставляют царапины, поэтому приходится с этим бороться. Но просто как бы должны люди понимать, что автомобиль довольно старый. Но, как уверяют эксперты, если машине обеспечивать должный уход, она простоит еще десятилетия. К 75-летию Великой Победы город приводит в порядок все мемориальные сооружения. Триумфальные арки на аллее трудовой славы устроили водные процедуры. Но чтобы не повредить чувствительный к влаге белый мрамор, моют только бронзовые барельефы. Обновили комплекс памятников на площади героев 21-й армии. Приводится в надлежащий вид памятники 12 штук на аллее трудовой славы по улице юных пионеров. Также у нас задействованы в приведении в надлежащее стояние памятники, находящиеся на улице Осипенко. Это стеллы у фонтана, стеллы жителям Октябрьского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны. И памятник несовершеннолетним. Также памятник жителям Куйбургского района, это на улице Октинской, это речникам. По окончании режима самоизоляции жители и гости Самары смогут увидеть город в самом торжественном виде. Олег Зверев, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. В Самарской области стартовал Всероссийский проект «Памяти героев». Это серия видеороликов о героях Великой Отечественной войны. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для этого используются современные мультимедийные форматы. Один из видеовыпусков будет посвящен Ольге Санфировой, которая родилась в Самаре. Она совершила 630 боевых вылетов, сбросила на противника 77 тонн авиабомб. Погибла за полгода до победы в декабре 1944-го. Ей было всего 27 лет. Посмертно летчице присвоили звание героя. Записать видеоролик и рассказать всей стране о подвигах своих земляков или родственников может каждый желающий. Для этого достаточно разместить запись у себя в соцсетях и поставить хэштег «Памяти героев». Мне кажется, это очень важно с исторической точки зрения. Люди должны знать, какие герои были рождены на нашей общей земле, что они совершили. И, наверное, это первая цель, которую мы преследуем. Улицу Фадеева приводят в порядок. Ремонт выполняют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Мария Левина расскажет подробнее. В канун Дня Победы на улицах Самары тяжелая техника. Но не военная, а мирная. Городские улицы, носящие имена героев Великой Отечественной войны, приводят в порядок в первую очередь. Эта часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» называется «Улица Победы». Эта улица названа в честь летчика-истребителя Вадима Фадеева, уроженца Самарской земли, героя Советского Союза и обладателя Ордена Красного Знамени. Раньше эту дорогу ремонтировали малыми картами. Сейчас же участок протяженностью больше километра от улицы 22-го портьезда до улицы Нового вокзальной дождался полноценного ремонта. Дорогу приводят в порядок от борта до борта. Прилегающие территории тоже охвачены работами. Презирование старого полотна планируют закончить 1 мая. После этого уложат высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Улица требовала более тщательного к себе подхода и ремонта именно от борта до борта на всем протяжении, что и будет выполнено в текущем году. Также планируется отремонтировать тротуары на площади 6 тысяч метров квадратных с применением асфальтобетонной смеси. Также заменить порядка 40 алеков инженерных коммуникаций, заменить бортовой камень. По обращениям жителей здесь также устроят пандусы для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Всего в Самаре в планах провести дорожные работы большими картами в рамках нацпроекта на 42 участках. Общая протяженность свыше 33 квадратных километров. Сейчас два участка закончены, на шести ремонт идет полным ходом. Самарские автолюбители переменам к лучшему радуются. Ты, естественно, замечаешь, как раньше делали, как сейчас стали постоянно кругом. Где не едешь, смотришь, выравниваешь, все делают, дороги асфальтируют. А когда хорошие дороги, приятно ехать. Что касается улицы Фадеева, закончить ремонт должны в первой декаде мая. Но многое зависит от погодных условий. Сейчас же идут с опережением графика. Мария Левина, Максим Гусев, События. Масштабные стройки Самарской области идут в штатном режиме. Работа предприятий приостанавливалась максимум на неделю. О состоянии строительного сектора региона сегодня рассказал на брифинге руководитель управления проектной деятельности регионального Минстроя Дмитрий Крыпаев. Брифинг проходил в режиме видеоконференции. Основная его тема – реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Средний объем готовности объектов 2020 года уже более 26%. Три детских сада и школа, строительство которых началось в прошлом году, готовы уже наполовину. По данным Центробанка, количество ипотечных кредитов, выданных за первый квартал, превышает прошлогодний показатель. Банки начали выдавать ипотеку под 6,5%. Сказались меры, о которых президент страны говорил на совещании по развитию строительного сектора. Для Самарской области важно, чтобы строительные организации региона были включены в разряд системообразующих, чтобы получить наибольшую поддержку. Для нас важно, чтобы по перечью системообразующих организаций в сфере строительства включаются организации, которые имеют по разрешению строительства объемы строительства свыше 400 тысяч квадратных метров в стройке непосредственно. Мы, к сожалению, таких организаций на региональном уровне не имеем. Поэтому подготовлено обращение о том, чтобы этот порог был снижен вдвое до 200 тысяч квадратных метров. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 11 мая. Что грозит нарушителям, выяснила наша съемочная группа. Лесные прогулки для самарцев под запретом. На период майских праздников в регионе введен особый противопожарный режим. Посещение лесов на всей территории Самарской области будет закрыто. У нас уже третий класс пожарной опасности. Все, решением региональной власти леса с завтрашнего дня будут закрыты. Не собирайтесь туда на шашлыки, не собирайтесь компаниями, не создавайте угрозу своему здоровью и лесам Самарской области. С начала года в регионе произошло свыше тысячи природных пожаров на общей площади более 55 гектаров. За нарушение режима противопожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 40, а на юридические лица до 4 тысяч. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности, не сжигать мусор и не разводить костры на дачных участках. Уже в этом году природные пожары прошли по площади 55 гектаров, пострадало 10 гектаров леса. Давайте вместе защитим нашу область от природных пожаров. Я обращаюсь к жителям и прошу не сжигать мусор, а выносить его в специально отведенные места. Напомню, под запретом на майские праздники не только прогулки по лесу. Режим самоизоляции продлен на территории региона до 11 числа включительно. Нарушителям также грозят штрафы. Жители региона настоятельно просят все праздники оставаться дома и покидать квартиры только в случае крайней необходимости. Лариса Шлафаст, События. В майские праздники усилится патрулирование парков и скверов в Самаре. Находиться там категорически запрещено. Ловить нарушителей режима самоизоляции будут совместно полицейские и сотрудники лесного хозяйства Самарской области. По поручению губернатора эта работа ведется с 16 марта, когда был введен режим повышенной готовности. Ежедневно в рейды выходят 15 патрулей. Особое внимание уделяют загородному парку. Полицейские говорят, в этом месте задерживать нарушителей стали реже. Еще неделю назад здесь задерживали десятки нарушителей, в основном легкоатлетов и пенсионеров. Им делали предупреждение или выписывали штрафы. А сегодня во время рейда встретился лишь один физкультурник, который при виде инспекторов быстро покинул парк. На территории загородного парка уже выставили ограждение лавками, сигнальными лентами, аншлагами, табличками с предупреждением о том, что территория парка запрещена для посещения. Соответственно, то есть человек просто так не может попасть на территорию парка, если не перешагнет либо через сигнальную ленту, предупреждающую, либо через какие-то барьеры, либо лавки не начнут двигаться. Соответственно, мы понимаем, что это целенаправленно человек проходит на территорию парка. Маски, противопролежневые коврики и другое медицинское оборудование Технопарк Самарского медуниверситета начал разрабатывать и изготавливать продукцию для самарских больниц Как современные технологии помогают защищать врачей и бороться с пандемией коронавируса, узнал наш корреспондент Эта маска для снорклинга разновидности подводного плавания После доработки будет защищать самарских врачей, которые работают с пациентами больными COVID-19 Для этого к маске прикрепят специальный фильтр для очистки воздуха Его разработали в технопарке Самарского медуниверситета Она печатается на 3D принтере Конструкцию уже проверено на практике Так защищались итальянские врачи За час работы в технопарке могут изготовить 10 таких фильтров Мы получаем некое такое устройство, которое позволяет дезинфицировать как саму маску, так и переходник, смонтировать новый фильтр Таким образом, получается, что мы можем достаточно часто использовать эти изделия А это прототип противопролежневой подушки Она необходима для пациентов, которые не могут вставать Прототип изготовлен из поролона Рабочие образцы исполнят из силикона Одну такую подушку уже отправили в больницу Середавина для апробации После тестов на практике технопарк предоставит лечебному учреждению серийные образцы Изготавливая вот эти изделия на базе технопарка, мы экономим средства Потому что есть возможность покупать не готовые изделия, а только изготовить эти расходные материалы Задача такая поставлена, что период, пока эта инфекция в регионе, в стране, технопарк максимально будет загружен Оборудование сейчас проходит тестовую эксплуатацию в реанимационном отделении нашей больницы Успешно, и мы надеемся, что это не последние разработки, которые наши партнеры помогают нам представить для работы Также в технопарке сейчас разрабатывают расходники и медицинские изделия Для Тольяттинской городской больницы номер 5 и Самарской больницы Пирогова Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, События Каждая страна разработала свой сценарий борьбы с коронавирусом Большинство, как и Россия, предпочли изолироваться Правительство Нидерландов решило, что вирусом можно управлять Выходец из Самары, летчик Алексей Зайцев, который работает на грузовых самолетах, сейчас продолжает летать во многие страны Он уже делал для нашего канала включение из Китая И вот, что его удивило в Нидерландах Эксклюзивное видео из аэропорта Амстердама Число зараженных коронавирусом в Нидерландах очень высоко За сутки оно достигло 37 тысяч человек Растет и количество умерших На сегодня это 4,5 тысячи человек В больницах лечится почти 10,5 тысяч голландцев Специалисты уверены, зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус При этом летчиков из России работники голландского аэропорта встречают без масок и прочих средств защиты Ну и вот, кстати, видите, все тоже люди обычные сидят, сидят, отдыхают Никого, никого, кто носил бы маски, кроме нас Более того, более того Говорят, что может подойти полицейский и спросить А что вы в маски ходите? Вы что, болеете? Нидерланды – страна, которая имела много колоний в разных точках планеты Там голландцам приходилось сталкиваться с большим количеством экзотических тропических болезней Поэтому в стране была создана школа инфекционной медицины К ученым которой и сейчас прислушиваются По их мнению, чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет на уязвимых пожилых людей И людей со слабым здоровьем В Голландии уверены, на развитие сценария, который предпочла их страна, уйдут месяцы Выработка группового иммунитета – дело небыстрое И сейчас пенсионеры, которые находятся в группе, рискоизолированы А остальные жители страны продолжают ходить без масок и антисептиков Виктория Шарея, События Многие самарцы предпочитают на время самоизоляции быть поближе к природе Самара попала в топ-10 городов, жители которых переезжают жить за город По официальной статистике, покупать дачи за последние полгода стали активнее Ситуацию изучила Мария Левина Надежда Соловова, кандидат психологических наук Занимается переподготовкой и повышением квалификации работников образования В режиме самоизоляции перешла на дистанционный режим работы И приняла решение перебраться на время на дачу Мне кажется, это действительно безопаснее Поскольку здесь очень много воздуха И если даже какие-то вирусы случайные попадут сюда, им не жить Ну и, конечно, основным мотивом было именно сам факт наличия такого прекрасного места, в котором можно уединиться, работать, думать, рефлексировать, продолжать писать книги, статьи, готовить материалы лекций Здесь очень комфортно Надежда на даче живет уже месяц, говорит, так даже удобнее, не нужно тратить время на дорогу Достаточно лишь включить ноутбук и настроиться на видеоконференцию Ребята, кто уже подключился, а пожалуйста, включите все камеры, чтобы мы все на экране высветились, все наши аватарочки Под конец рабочего дня банные процедуры, чтобы точно никакой вирус не был страшен Заготовил дрова и можно париться По официальной статистике, количество дачников в России за последние полгода увеличилось на 50% Самара заняла 10-ю строчку в списке городов, жители которых приобретают загородные дома Но местные эксперты в области недвижимости считают, никакого повышенного спроса из-за пандемии нет Если есть новый мотив для крупной покупки, так это льготы Рост спроса на недвижимость специалисты связывают скорее с государственной поддержкой кредитования, нежели чем с пандемией Так до ноября этого года приобрести дом загородом, либо же квартиру в городе можно по пониженной ставке кредитования Ближе к лету в Самаре всегда повышается интерес к дачным участкам Спрос на дачные участки, на загородную недвижимость в принципе в сезон немного поднимается То есть в март, апрель, май идет спрос больше, чем в другие какие-то сезоны И какого-то определенного всплеска сейчас в связи с пандемией я не наблюдаю А вот желающих снять дачный участок на время действительно стало больше Из-за закрытия границ у многих сорвались планы на летний отдых Чтобы компенсировать отсутствие отпуска за границей, самарцы предполагают провести его, не выезжая далеко от дома, за городом Мария Леевна, Николай Епифанов, События Комплексный обед для добровольцев Самарская транспортная компания начала обеспечивать питанием участников акции «Мы вместе» Столовое предприятие ежедневно будет передавать для волонтеров 30 порций Что сегодня в меню узнала Лариса Шлафаст Рассольник с мясом, капуста тушеная с грибами Сырники и комфорт и сухопрукты Полноценный комплексный обед для волонтеров Все блюда готовят в столовой самарской транспортной компании Первое, второе – десерт и компот С таким питанием сил на добрые дела точно хватит, признаются волонтеры Волонтеры работают в две смены Смена примерно по 6 часов Соответственно, волонтерам необходимо питание И волонтерам очень приятно то, что их кормят, то, что о них заботятся И они ощущают эту самую поддержку, то, что они не одни, а то, что мы все вместе Самарский штаб акции «Мы вместе» работает в городе месяц Добровольцы активно помогают всем, кто обращается за помощью Доставляют продукты, лекарства, оплачивают коммунальные услуги Оператор городских автобусных маршрутов поддержал всероссийскую акцию Обеспечил волонтеров не только горячим питанием, но и бесплатным проездом Волонтеры акции «Мы вместе» имеют право бесплатного проезда Во всем подвижном составе нашего транспортного предприятия Кондукторы, водители проинструктированы При входе волонтера он предъявляет справку о том, что он является волонтером Либо транспортную карту Все кондукторы, водители проинструктированы Ни в коем случае не высаживаем И помогаем, участвуем в этой акции «Мы вместе» Поддерживать добровольцев транспортная компания продолжит на протяжении всего времени действия всероссийской акции Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютюбе превысило 24 миллиона Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...